Среди моих братьев-армян бытует мнение, что название Азербайджан – это искусственное название, новое, появилось оно только в начале XX века, что в XIX веке похожим образом русские военачальники называли одну из провинций Персии – Адербайджан, и ничего больше похожего не было. Однако это заблуждение. Название Азербайджан, например, в XVII веке было очень хорошо известно ученому сообществу. Существовали этимологические исследования этого названия Азербайджан, указывались довольно точные границы территории, которая называлась Азербайджан. И парадоксально то, что вся эта информация содержится в книге, которую очень любят армяне, очень почитают ее, и на которую очень часто ссылаются, делая свои исторические выводы. Вот эта книга «Путешествие Шардена по Закавказью» в 1672-1673 годах, издана в Тифлисе, скоропечатная мартира сеанса, 1902 год. В этой книге удивительный конец. Точнее, она просто обрывается на записи Жана Шардена от 13 апреля 1673 года, после посещения им Нахчеваня. Вот финальная фраза. А вот это французский оригинал, который называется «Дневник путешествия Шавалья Шардена в Пирсию и Восточной Индии через Черное море и Колхиду». Далее находим запись от 13 апреля 1673 года. Вот она. Сопоставляем с записью. Кто не верит, может убедиться. И читаем дальше. Читаем дальше текст в оригинале. Говорят, что Аракс отделяет Армению от Мидии. Это королевство, которое когда-то владело в Азии целой империей. Теперь оно составляет всего лишь часть персидской провинции, которую перси называют Азербайджан или Асюрпекан. Эта провинция одна из самых больших в Персии. Она граничит на востоке с Каспийским морем и Герканией. На юге с землями Парсов, на западе с рекой Аракс и Высокой Армении. На севере с Дагестаном, который является страной гор и граничит, в свою очередь, с казаками-московитами и является частью Кавказа. Она заключает в себе восточную Мидию, которую древние авторы называли Азарка, и западную Мидию или Малую, которую называли также Атропати или Атропатена. Ассирия – это часть Высокой Армении. Персы говорят, что эта провинция была названа Азербайджан, то есть место огней или земля огней, по той причине, что самый знаменитый храм огня построен именно там, и что именно там хранили огонь, которым огнепоклонники почитали Бога, и что там была резиденция верховного жреца этой религии. Гебры, которые являются последними огнепоклонниками, указывают это место в двух днях пути от Шамахи. Они твердо убеждены, что священный огонь находится там до сих пор, и что он подобен огню, заключенному в камне и под землей, и что тот, кто приходит туда с искренней верой, может увидеть его в виде пламени. Они добавляют одну подробность, которая является доброй шуткой. Известно, что если сделать дыру в земле и поставить на нее котелок, то этот огонь вскипятит и сварит все, что будет внутри котелка. Возвращаясь к имени Азербайджан, этимология его верна, поскольку «аз» – это артикль родительного падежа слова «эр» или «ур», что в староперсидском, как и в большей части древних восточных наречий, значит «огонь», а «пэйкан» означает «место» или «земля». Я знаю, что некоторые люди читают и произносят «Асюр-пэйкан», страна Асюра, и говорят, что эта великая провинция была так названа, потому что в нее входила Асирия, которая, по мнению всех авторов, получила имя от Асюра. Но это то же самое, что говорю и я, поскольку я думаю, что имя Асюр происходит от Ас-юр, то есть «огня», огонь в родительном падеже. Моисей, говоря о Немроде, князе-идолопоклонников, который ввел культ огня, заполонивший Халдею, удел и родовое имение Сэма, говорит, что сыновья этого патриарха ушли, и Асюр остался там один. Вместе с тем, достаточно правдоподобно, что этот Асюр был назван так, чтобы удалиться от света, то ли в честь культа огня, то ли в честь Халдеи, которая называлась тогда «землей огней», как показано в главе второй книги «Бытия» и у всех древних авторов, которые единодушно сообщают, что Халдея называлась «землей ур» или «землей огня». И Птолемей сообщает об одном городе этой страны, который он называет «уркуа», то есть «место, где находится огонь». «Ка» с одним «а», длинным или двойным, будучи словом персидским, означает «место». И вот здесь очень важную вещь, на мой взгляд, и для нас с вами говорит шевалье Жан Шарден. «Древние имена настолько сильно изменены нерадивостью, небрежностью или невежеством переписчиков из-за различия в языках, в произношении авторов и переводчиков, что когда речь идет о сличении древних имен и современных, нельзя отбрасывать все то, что не имеет полного сходства. Все, что только что сказано, показывает заблуждение тех, кто написал, что Азербиян – это северная часть Сирии, и что имя Азербиян происходит от названия города Ардебигара, Ардебилю, так его сейчас произносят, который был столицей страны. Персы разделяют ее на три части – Азербиян, Ширван и Шамахи. Страбон разделяют ее только на две. В книге второй, которую называют «Большая» и «Малая», Аптолемей и другие знаменитые географы не делают никаких разделений. Ну, дальше уже идет 14 апреля. Всю книгу я вам переводить не буду. Вот таким образом мы убеждаемся, что слово «азербиян» давным-давно существовало. Уже в 17 веке оно было известным и совсем не новым. Конечно же, армянские историки прекрасно знают о том, о чем я вам сейчас рассказал. Но, как вы видите, они не спешат распространять эту информацию среди нас, среди вас. И выставляют нас с вами на посмешище, когда мы пытаемся вслух рассуждать об истории наших соседей, об истории Азербайджана. Не позволяйте с собой так поступать. Азербайджана Корректор А.Кулакова Продолжение следует...